здравствуйте друзья спрашивают как относятся американцы к другим американцам которые не проявляют достаточную патриотизму и я призадумался дело в том что разные американцы понимаете как относится американцы вопрос убивает просто силу того что нет общего ответа но если мы на это посмотрим знаете может быть как вектор какой-то вот в целом вот есть общество в это учиться есть какой-то вектор который складывается из разных кусочков маленькие то маленьких викторов какой-то равнодействие денствующий равнодействующий такой вектор я не знаю может быть так посмотреть и может это интересует человека в контексте вот скажем в другой стране может быть где он живет вот как соотносится вот вот этот вектор американский вот с тем вектором в стране где он живет может быть это я я просто пытаюсь придать какой-то смысл вопросу чтобы на него можно было ответить потому что в прямом таком исполнении прямом понимании я даже не знаю чего сказать то есть он как бы такого прямого смысла лишен возможности ответить лишь общество американское мы как раз вот вчера говорили про терпимость общество терпимое и здесь нет такого вообще чтобы скажем там о политике с людьми разговаривать я даже не говорю с незнакомыми но даже со знакомыми если мы например на работе мы не разговариваем о политике мы не разговариваем о женщинах мы не разговариваем о религии мы не разговариваем о сексуальных меньшинствах или приоритетах мы не разговариваем о то может быть еще каких-то вещах которые ну как бы известно что не должны присутствовать на рабочем месте вот вот и все может обидеться бывает и мы не сказал то ничего он уже обиделся хотя а уж если ты говоришь на даче то есть как бы есть темы которые табуированы и это не потому что вот допустим кого-то посадили или там выгнали с работы или были громкие скандалы нет не поэтому просто общество такое что пришел на работу работой хочешь склоки вали отсюда и как быть раз и нет человек поэтому как бы есть этика что ли производстве таким образом это не значит что нет людей на всю голову в сами сдвинутых в абсолютно любую сторону кто же кто же говорит но мы поскольку говорим про такой большой равнодействующий вектор вот этот вектор такой что людям по поводу политики зацепиться очень сложно первое второе общая терпимость как бы такова что это за республиканцев голосуют а тот за демократа они не испытывают друг друга абсолютно никаких каких-то личных там неприятий неприязней или там чего-то что-то дурак там голосует за этих ли там дурак голосует за тех опять может быть человек там на всю голову республиканец или на всю голову либерал или там и это у него переходит какую-то такую форму что с ним уже общаться невозможно это бывает абсолютно конечно но но есть чокнутый кто же говорит но как-то элементарно адекватные люди они им без разницы в стране много разных там движений там приоритетов симпатии антипатии ну и чё теперь вы же наша страна мы все вот как бы имеем равное право высказаться на проголосовать давно участие в политической деятельности и так далее спокойно все теперь должен ли человек проявлять патриотизм нет абсолютно он не должен ничего такого проявлять если люди которые так как-то открыты его проявляют знаете я вам что расскажу безусловно есть какие-то политические работники которые проявляют им как бы по статусу положено вот допустим если риэлтор должен ездить на мерседесе значит если это политический какой-то работник там разного уровня у него в петличке будет маленький такой значок с флагом соединенных штатов например вот ему ну просто по должности положено вот как бы он демонстрирует лояльность там флагу стране там еще что-то я честно я не видел таких много народу периодически встречаешь бывает мероприятие на которых люди чуть такой для себя надевают например на выбор там флажок могут нацепить там значок там повязочку такой лейбл такой знаете я проголосовал да и там флажок и написано я голосовал значит бум наклеил на себя и ходит весь день там с этим делом а другой и не голосовал и всем пофигу голосовал в мире не голосовал от его лично идем бывают времена обострений всяких знаете вот возвращаясь сюда опять же достаточно острым событием 11 сентября 2001 года бывает как бы такой внутренний порыв я мне как-то рассказывал я еще расскажу значит мы уже жили в стране там больше десяти лет мы были гражданами уже пять лет и я в принципе так как-то с большой симпатией отношусь к нашему флажку значит звездно-полосатому но мне казалось чисто внутренне что если я вот туда повешу флаг американский на доме то это будет выглядеть как но какая-то попытка что новичка то как-то примазаться или что-то такое выпендрить я не знаю мне мне не хотелось я я не чувствовал вот а 11 сентября и после этого так в течение я боюсь сказать нескольких недель может быть месяца невозможно было купить ничего с американским флагом вот люди на принтере там цветном распечатывали флажок и вешали на стеночку потому что вдруг вся страна захотела показать продемонстрировать что вот мы вот вот это мы это наша страна это наш флаг там это и так далее и я я побежал магазин чуть купить значков нет флажков нет но ничего нет тоже идет на принтере там напечатал повесил у себя в офисе не знаю там чего значит всем захотелось надеть ездили машины по улицам у кого там флана у многих людей флаги уже были вот они ездили по улице из окна там торчал флаг и он не вообще торчал из легковушки из строчка маленького они там один за рулем а другой об окно там флага машин то есть как-то такая консолидация невероятная произошла и я купил флаг и повесил на доме приделал и повесил и у меня ушел вот этот ушла вот эта блокировка потому что условия когда вот какое-то обострение когда какой-то вот ну что-то так какие-то события когда ну что-то вот такое произошло да и ты чувствуешь какой-то сплоченности чувствуешь единение и это не было чем-то что вот кто-то на кого-то как-то посмотрит если у того нет флажка или он там не не выражает как-то еще патриотизм я не знаю в какой форме надо сказать что в америке флаг он как бы настолько в жизни общество присутствовать всюду флагом можно покрасить автомобиль из флагом бывают джинсы из флага на смысле пока окрашены так лифчик давно я занятие купальник может и лифчик тоже я не знаю вот трусы но но абсолютно все что вы можете представить может быть сделано в виде флага причем из флага с полосочками со звездочками так далее народ любит эту фигню как-то вот она всюду я не думаю что это как-то вот именно патриотизм вот часть может быть культуры я вам больше скажу вот мы в италии были год назад и мы начали с милана и там объездили всю северную италию и я был поражен то что мне казалось что италия должна поразить искать воображение модой тонкой там и так далее и нельзя сказать что вы не видите там хороших модных домов там и чтобы люди ходили в такой одежде но это мало из-за там десяти человек которые ходят но может быть один то были где-то даже два ходят в чем-то таком модно европейской итальянском остальные ходят с американским флажком вот тут флажок там флажок здесь в италии может быть один из десяти не не модно надет одетых один из десяти будет ходить с британским флажком а 9 с американским вот такая странная штука то есть как каких-то культурах вот этот флаг он как-то вот не за элемент дизайна я вспоминаю у маяковского было стихотворение о а бюрократившихся большевиков большевиках она нравилась ленину и вот значит там были такие слова значит что жена порну какого-то партийного там бюрократа она ему говорит и мне с эмблемами платья без серпа и молота не появишься в свете в чем сегодня буду фигурять я на балу в реф военсовете но в такой сатирической форме поэтому ну вот как бы такой элемент насчет того кто чего выражает или не выражает я бы сказал так хуже 1 относятся к людям которые чего-то напоказ выражают люди которые не могут сдержаться к ним относятся сочувствием то есть вот вроде он что такое делать что как бы это чересчур это как-то эмоционально и это не не совсем уместно в рамках тех обстоятельствах в которых это происходит но вдруг вот он какой-то сочувствием ну человек явно срыв какой-то с ним такое произошло никто не ожидает ни от кого что он должен ходить еще чем-то размахивать и кричать даже я не знаю но но абсолютно бывает знаете что я вспоминаю во время кампании первой иракской войны вот это вот буря в пустыне да который папа муж вел значит там вы знаете что нет то ли первый то ли второй честно уже у меня утерлась в голове нам может быть второй кампании иракской войны значит там франция да второй конечно второй там франция как-то себя не дни не дружественно повела в отношении вот этих всех дел и как бы было какой-то такой протестное движение очень показное в америке очень показное то есть обычно патриотизм здесь очень сдержанный здесь не принято патриотизмом размахивать там как и ругалом туалетной бумаги но были какие-то вот всегда есть перегибы перекосы были какие-то магазины вот я помню показывали по телеку которые значит там французское вино выливали вот так и демонстративно были избавлялись так сказать в своих там может у него там 10 бутылок вот они там выливали чтобы француз у нас французского не держим а вот этот вот french fries то есть картошечка жареная стали называть freedom fries вот патриотически переименовав это но опять это как бы но это чересчур это люди когда это смотрят они они говорят ну лажа какая-то явно какой-то перебор какой-то попытка на чем-то сыграть причем как бы она не некрасивая неудачная не симпатичная и в общем так не делают это неприлично понимаете то есть очень многие формы выражения вот этого ура патриотизма псевдо патриотизма дебила патриотизма это неприлично вот вектор такой если мы на эту тему говорим значит абсолютно неприемлемо но вы все представить не можете насколько неприемлемо какие-то злобные вещи говорить про людей там или какие-то страны там допустим мы сейчас разбомбил или вот как это вот у вас там в ядерным пеплом или как он тогда это не это немыслимо человек который такое скажет при должности человек больше нет этой должности больше нет этого человека на этой должности никто никогда не узнает что вообще существует природе это абсолютно неприемлемо в общественном смысле и так далее то есть как бы патриотизм в умеренных таких и общественно приемлемых формах ничего почему нет но из этого нельзя делать дешевку меня например вот коробит немножко когда сенаторы конгрессмены там и так далее они же от разных партий все и каждый из них представляет ну какое-то относительно небольшое количество избирателей особенно в палате представителей их же там много и у них участки избирательные небольшие если скажем мы говорим про двух сенаторов от калифорнии то за каждым в среднем стоит там под 40 миллионов жителей штат под 20 да там почти 40 на двоих но ведь это и вот каждый из них говорит american people хочет вот этого american people хочешь вот этого меньше чем american people они вообще не говорят никто не говорит вот я представляю избирателей там 43 избирательного округа там штат миннесота и вот мои избиратели поддерживают идею потому что если ты это скажешь тебе скажут ну хорошо дай им бог здоровья чтобы american people поэтому как сказать есть есть серьезные вещи есть серьезные чувства есть дешевка есть дешевые попытки разыграть что-то и так далее я не видел вот за 25 лет я не видел чтобы дешевка получила какое-то признание распространение какое-то восприятие кроме как дешевки вот я такого еще не встречал и в народе и в средствах массовой информации там и так далее ну вот дешевка и все и не ничего сделать нельзя и нет ни одного там политического обозревателя серьезного который там пишет я не знаю там в серьезных публикаций там new york times лос-анджелес time вашингтон пост и так далее которые можете позволить не назвать дешевку дешевка и сказать что смотри-ка вот новая тенденция это слишком слишком примитивно поэтому так вот а если уже на уровне общества но это как-то сми влияет на общество немножко вот но я бы сказал что вот будь кто ты есть и все тебя будут любить таким как ты есть если ты не будешь совершать какие-то поступки которые осуждаются в обществе или там даже не дай бог наказывают как-то к тебе все очень хорошо относятся очень очень хорошо даже если ты из другой страны с которой может быть у нас очень нехорошие отношения может быть к тебе лично никто не проявит патриотизм в том смысле что там скажет а валика ты вот свою там откуда ты приехал это могут наши эмигранты могут там вот у них есть принято но это они потому что оттуда а те которые здешним даже в голову не придет они не мыслят этими категориями поэтому и не скажут никогда в общем такая история детишек которые здесь выросли которых просто тошнит когда они слышат своих родителей которые что-то там комментирует или высказываться вы бы видели лица этих вот детишек которые здесь просто их колотит вот когда они слышат что там родители что-то высказываются в российском духе или в каком-то агрессивном или там нетерпимости и так далее среди среди наших соотечественников сплошь и рядом встречается это 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 правда если мы говорим про американцев нет очень очень большая разница очень счастлива